Очень сложно говорить, много ли в первой линии. Наверное, не так много, но попробуем разобраться, что все-таки, с чем мы работаем на сегодняшний момент, какие возможности имеем. Начнем с голосования. Такой вопрос с подвухом. У пациентки 55 лет диагноз рак восходящей ободочной кишки, стадия Т3Н2М1, метастазы в печени, рак дикий тип, это правосторонняя локализация. Какой режим химиотерапии выбрать при условии потенциальной резектабельности метастазов при общем удовлетворительном состоянии пациента? Это биоцезумаб в комбинации с химиотерапией, анти-GFR в комбинации с химиотерапией, анти-GFR в комбинации с триплетом, биоцезумаб с триплетом или просто химиотерапия. Ну, все выбрали, а нет, не все. Ну, в принципе, голосование закончено. Да, большинство все-таки из-за того, что правосторонняя локализация, выбрали комбинацию бивоцезумаба с химиотерапией. Следующий слайд, пожалуйста. Следующий слайд. Ну, какие факторы определяют выбор варианта терапии метастатического колоректального рака? Это факторы, связанные с пациентом, общее состояние пациента, наличие значимых сопутствующих заболеваний, приверженность лечения. Факторы, которые связаны с опухолью и болезнью. Мы оценим количество метастазов, потенциальную резектабельность, это очень важный момент. Какие симптомы, насколько выражены клинические симптомы, какие молекулярно-биологические характеристики опухоли, локализацию опухоли, левосторонняя или правосторонняя локализация, и определяем цели лечения. Что мы хотим добиться? Продолжительность жизни увеличить или перевести пациента в курабельное состояние, уменьшить опухоль, остановить прогрессирование опухоли или просто поддержать приемлемое качество жизни. Следующий, пожалуйста. Каково же значение первой линии терапии метастатического колоректального рака? В ретроспективном анализе было показано, что, и мы видим это в реальной клинической практике, что 100% пациентов получают первую линию терапии. И что важно, что вероятность клинического выигрыша, который мы получаем в первой линии, она достигает 71,5%. И надо понимать, что около 25% пациентов не получат даже вторую и последующую линии терапии. Следующий, пожалуйста. Ну, вот вы видите достаточно большой арсенал препаратов на сегодняшний момент у нас есть. Некоторые препараты используются во второй и последующих линиях. Татьяна Юрьевна говорила уже об этих препаратах, об этих опциях. Но мы сегодня коснемся первой линии терапии. Пожалуйста, следующий слайд. Что касается химиотерапии, у нас есть монорежимы, дуплеты, триплеты, как мы знаем. Следующий, пожалуйста. Комбинация химиопрепаратов, она позволяет увеличить показатели выживаемости. Следующий, пожалуйста. Следующий. На сегодняшний момент известно достаточно большое количество таргетных препаратов, которые при добавлении к химиотерапии изменяют показатели общей выживаемости в сторону ее увеличения и увеличивают эффективность проводимой схемы терапии. Следующий, пожалуйста. На сегодняшний момент мы понимаем, что стратегия терапии методического колорактального рака поменялась. Если в прошлом, до эра хирургии печени мы начинали химиотерапию и проводили ее до прогрессирования заболевания, потом начинали вторую и последующие линии, то на сегодняшний момент мы, проводя первую линию, оцениваем эффективность проводимой терапии и определяем потенциальную редиктабельность опухоли. И видите, да, например, это молодой парень, который, казалось бы, изначально не редиктабельный, но теперь даже этому пациенту можно выполнить хирургическое вмешательство и перевести этого пациента в курабельное состояние. И после операции провести консолидирующую химиотерапию и тем самым даже привести к тому, что потенциально вылечить данного пациента. Следующий, пожалуйста. И благодаря современной возможности модульционной химиотерапии и благодаря хирургическим методам лечения мы все-таки из исходно нерезиктабельной опухоли можем привести в резиктабельное состояние и достичь пятилетней выживаемости у пациентов такой же, как при исходно резиктабельной метастатической болезни. Следующий, пожалуйста. Ну, какие же алгоритмы? Мы разберем два алгоритма у пациентов потенциально резиктабельным метастатическим колоректальным раком и у нерезиктабельным. Есть принципиальные различия у подходов к терапии данных пациентов. Задачей подхода первой линии у резиктабельного метастатического колоректального рака – это основной перевод в резиктабельное состояние. И в этой ситуации выбираются режимы с максимальной частотой объективного ответа, потому что целью является уменьшение опухоли. Ну, я не буду расстанавливаться на пациентов, которые не подлежат двухкомпонентной или трехкомпонентной химиотерапии. Все-таки рассмотрим пациентов, которые все-таки, ну, перспективные достаточно, это ЭКОК-01 или даже 2. Значит, при у пациентов с отсутствием РАС и БРАХ-мутации – это комбинация анти-GFR с дуплетом или анти-GFR с триплетом, независимо от локализации право-лево. При РАС-мутациях – это дуплет, триплет, плюс-минус бивоцизумаб. И при БРАХ-мутации – это триплет плюс бивоцизумаб или триплет плюс анти-GFR терапия. Следующий, пожалуйста. Ну, РАС-мутированный опухоль – единственный препарат таргетный в первой линии, который зарегистрирован, это бивоцизумаб. И он может использоваться с различными схемами химиотерапии, включая терроральные торпиримедины. Ну и, как пример, пациента, который раз мутирован на опухоль, получала в первой линии этот эффект через 10 месяцев терапии. Следующий, пожалуйста. И бивоцизумаб у пациентов с изолированным поражением печени в достаточно большом количестве исследований он показал преимущество в комбинации с химиотерапией в отличие просто от пациентов, которые получали химиотерапию. Следующий, пожалуйста. Исследование, которое представлено на ЭСМО в этом году – это исследование бивоцизумаба с Фолкфоксом по сравнению с химиотерапией Фолкфокс-6 у пациентов с изолированным поражением печени. Это было перспективно одноцентровое рандомизированное контролируемое исследование. И первичной точкой была оценка перевода пациентов из нерезектабельного состояния в резектабельное. И следующий слайд, пожалуйста, какие результаты получили. Оказалось, что добавление биоцизумаба, оно повлияло на частоту объективного ответа, значимо увеличив его. При этом увеличилась частота R0-резекцией. И добавление биоцизумаба повлияло на показатели общей и безрецидивной выживаемости в пользу биоцизумаба. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что касается рад дикого типа, здесь у нас уже две опции есть. Это анти-ВГФ препараты. Как я сказала, только биоцизумаб в первой линии зарегистрировано. Здесь имеется преимущество ренотекан, содержащий химиотерапию. Добавление биоцизумаба в полфоксу имеет преимущество в беспрогрессивной выживаемости. И достаточно неубедительные данные об увеличении частоты объективных ответов. Ну, анти-ВГФР при раздиком типе – это классический вариант терапии. Здесь было доказано, что добавление ацетуксимаба и понитумумаба к химиотерапии, оно достоверно увеличивает показатели общей безрецидивной выживаемости. Однако надо не забывать, что следует избегать комбинации карпоцитабина и анти-ВГФР препаратов в силу высокой токсичности. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, метаанализ, мы говорим о резектабельных потенциально опухолях, метаанализ использования ингибиторов ВГФР, который влияет на частоту резекции у пациентов с метастатическим полуэректальным раком и с изолированными метастазами в печени, показал, что ингибиторы ИГФР увеличивают частоту эрморезекции на 60% у пациентов с данной локализацией опухоли. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, а что касается бивоцузумаба и анти-ВГФР препаратов в соответствии с правосторонней и левосторонней локализацией. Мы уже привыкли, что с левой стороны при раз диком типе мы назначаем ингибиторы ИГФР при правосторонней локализации анти-ВГФ препараты в силу влияния на показатели выживаемости. Так что мы скажем о пациентах, которые потенциально резектабельны. Да, на самом деле при левосторонних локализациях преимущество имеет анти-ВГФР препараты. При правосторонних локализациях есть преимущество бивоцузумаба в показателях выживаемости. Однако следующий слайд, пожалуйста. Но мы говорим о том, что о потенциально резектабельных опухолях и говорим о том, что мы все-таки должны перевести опухоль в резектабельные. Оказалось, что добавление анти-ВГФР препаратов, в частности панетумумаба, к химиотерапии Full Fox, оно значимо влияет на глубину ответа. Смотрите, практически на 20% частота объективных ответов выше при комбинации анти-ВГФР с химиотерапией. И медиана продолжительности ответа, она также достоверно выше. Следующий слайд, пожалуйста. И все-таки преимущество у анти-ВГФР терапии в первой линии по сравнению с бивоцузумабом в том, что эти пациенты практически на год живут больше. Это исследование ПИК с панетумумабом. Следующий слайд, пожалуйста. Исследование ФАЕР с бивоцузумабом продолжительность жизни у пациентов, получающих с бивоцузумаб с химиотерапией, была на 8 месяцев дольше по сравнению с пациентами, которые получали бивоцузумаб с химиотерапией. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, что касается триплетов. С триплетами достаточно интересно. Ожидается, что гораздо больше мы получим эффективности, и дольше пациенты живут. И вот исследование ВОЛФИ, это холпоксири с панетумумабом по сравнению с холпоксири в первой линии метастатического колоректального рака. И результаты достаточно неоднозначны. То есть, с одной стороны, добавление панетумумаба значимо увеличивало частоту объективных ответов, независимо от правосторонних или левосторонних опухолей. Также увеличило частоту резиктабельности опухолей. Уменьшение опухолей было в 86% случаев. Объективный ответ достигли в 60% случаев практически. Однако, что касается беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости, она отличалась, но, к сожалению, статистически недостоверна. Следующий слайд. Но не забываем о том, что все-таки эти схемы токсичны. Посмотрите, практически 100% пациентов в обоих рукавах имели нежелательные явления различной степени. Но что оказалось интересно, что токсичность комбинации химиотерапии с панетумумабом оказалась практически в два раза меньше, чем только химиотерапия. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, приблизительно похожие результаты. Немножко другой дизайн исследования. Это исследование МАКБИТ, где фулфуксирия плюс и токсимаб в обоих рукавах получали лечение пациенты и в последующем переводились либо на поддерживающую терапию с токсимабом, либо биоцизумабом. К сожалению, конечную точку, которая, 10-месячная беспрогрессивная выживаемость, не была достигнута ни в одной из групп. Да, увеличилась частота объективного ответа и частота хирургических вмешательств, но, опять же, на показатели выживаемости трехкомпонентная схема в сочетании с токсимабом значимо не повлияла. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, теперь поговорим о нередиктабельном метастатическом колоректальном раке. Здесь мы преследуем другие цели. Это цель контроля заболевания и предотвращение прогрессирования. И здесь мы выбираем схемы с максимальным увеличением продолжительности жизни и при сохранении его качества. И здесь мы выбираем уже при отсутствии раз мутации дуплеты и добавляем моноклональные антитела в зависимости от локализации опухоли. При мутированных опухолях это химиотерапия плюс-минус биоцизума и прибирав мутации, это триплеты плюс-минус биоцизума. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, уже Татьяна Юрьевна говорила, мы знаем, что отличается правосторонний и левосторонний рак по прогнозу и по подходам лечения. Следующий слайд, пожалуйста. И еще раз повторюсь, что при нерезиктабельных метастазах, при левосторонних локализациях мы выбираем терапию в комбинации с анти-ИГФР препаратами и при правосторонних локализациях анти-ИГФ препараты биоцизума в первой линии, в частности, в комбинации с химиотерапией, потому что в этой ситуации пациенты живут дольше в комбинации с биоцизума. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, могу сказать о поддерживающей терапии. Сейчас она используется, наверное, у всех пациентов. И исследование, которое было представлено, это исследование Валентина, где было показано, что у пациентов с раздиким типом все-таки оптимально является поддерживающая терапия анти-ИГФР препаратами в сочетании с торпиримидинами по сравнению только с монотерапией по нитумумабам. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, и триплеты. Триплеты, о которых мы говорим. Исследование ТРИП. В этом исследовании большинство пациентов было керазмутированной и берафмутированной. Большая часть пациентов. Два рукава. Одни пациенты получали полкок с биоцизумабом. При прогрессировании, потом поддерживающую терапию. При прогрессировании переходили на полкок с биоцизумабом. Последовательное значение. Во втором рукаве пациенты получали полкок с биоцизумабом. Потом поддерживающая терапия. При прогрессировании заболевания пациенты переводились. Опять возобновлялась та же трехкомпонентная схема в сочетании с биоцизумабом. Следующий слайд, пожалуйста. И какие мы результаты получили. Оказалось, что в рукаве, где пациенты получали трехкомпонентную схему в сочетании с биоцизумабом, показатели без рецидивной и общей выживаемости отличались. Показатели без прогрессивной выживаемости отличались на два месяца, но недостоверно. А показатели без общей выживаемости отличались где-то более чем пять месяцев. И поэтому эта схема имеет место быть у методического нерезиктабельного полурептального рака. Но, однако, надо понимать, что схема достаточно токсичная. И чаще всего может использоваться у молодых пациентов с ЭКОК-0. Следующий слайд, пожалуйста. И берав мутированные опухоли. Здесь, конечно, полпоксири с биоцизумабом. Это схема, которая является основным выбором и должна быть использована у пациентов с биоцизумабом. Посмотрите, практически в два раза разница в показателях выживаемости в комбинации полпоксири с биоцизумабом. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, если сейчас повторно вернуться к голосованию, поменялось ли ваше мнение? Мы говорим о восходящей ободочной кишке с метастазами печени, дикий тип и потенциальная резиктабельность метастазов. Какой вариант мы выберем? Думаю, что все проголосуют правильно после такого очень четкого доклада. То есть все выбрали все-таки биоцизумаб? Голосование закончено, да? Нет. Максимаб нет желающих, Владимир Владимирович. Ну, все-таки, да. Например, я, если честно, после подготовки за анти-GFR терапию в комбинации с химиотерапией, потому что все-таки частота объективного ответа значимо выше у этих пациентов даже при правосторонней локализации. То есть это все-таки, наверное, второй вариант. Но я не исключаю возможность использования биоцизумаба, потому что все-таки исследование показало, что резиктабельность выше у этих пациентов. Ну, я думаю, что на этом можно закончить. Выводы, наверное, я не буду зачитывать. В принципе, наверное, сейчас я их проговорила. Все, благодарю за внимание.